С тобой разбавитель ты знаешь, тисточку там не моем, только маканием берем жидкость, взяла жидкость, взяла белильца, положи картиночку, чтобы можно было видеть ее, ну сюда положи и все, ее можно пачкать, потому что с этого втирается прекрасно, значит взяла, то есть вместе с небом целиком, весь, всю площадь, взяла вот это дело, взяла вот это дело, И пока просто перепачкала идеей множества колебаний, идеей, да, множества колебаний, вот так, лодочный, характер укладки, лодочный, лодочный, игнорируешь камни пока, создашь среду обитания, Ты видишь, я пользуюсь странным способом укладки, да, вместо того, чтобы нормально раскрашивательно, я делаю против шерсти киски, это создает достаточно хорошее звучание, звучание всех этих колебаний, давай, полностью скрыть все, Хотя бы вот этим цветом, просто тупо скрыть, там светлее, да, тут чуть видна поколебленность, тем ближе, тем больше видна поколебленность, Дело в том, что в негустое состояние мастихину сложно вкладывать что-то, ему сухо, а вот в эту кашу, смотри, он прямо как с родной, с ней тут же начинает союзничать, без такого усердия, какое ты проявляешь, то есть поспокойней, поспокойней там, то есть там нет больших колебаний, Те крупные колебания здесь, ну и тем более, что там в принципе невысокий, невысокий характер колебаний, но кашисто, так, чтобы вещество было, давай, Мастихинище, возьмем розовый, возьмем коричневый, и то, что у нас скалы, начнем их набирать, если хочешь, чуть-чуть оставим, Значит, тогда вот этот верх будет здесь, плюс розовиночки, вот наши мазочки сюда, вот они, вот они, смотри, вот оно, вот оно, вот характер укладочки, вот он, вот он, вот он, вот такой, Ну и будешь уже, сейчас, бирюзовенького надавим, вот он много, так, билильца себе тоже будешь поддавливать, Все это лежит на столах, так что, если что, добираешь со столов красочку, где картиночка, да, переходишь на мастихинчик, вот они, вот они, Вот такое, вот такое состояние укладки, если надо, розовенькое состояние, вот они, вот они, Но начни не с мелкого, а с крупного, то есть сначала просто нашвыряй, нашвыряй вещества, ты видишь, краской густо набрана картина, Поэтому нашвыряй, нашвыряй, вот с этими наплывами краски, нашвыряй, нашвыряй, хорошо? Хорошо, я попробую. Давай так. И размешанность дала невкусное звучание розового. Где белило? Мы с тобой уже освоили. Есть еще движение просто, смотри, просто оставленные мазочки, вот так, с одного прикосновения. Не вот это, а вот это, как бы вспять, да, вспять мастихин укладывает, вот такое. И резьба, 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 множество. Цветный. Да, доразмешивать краску обязательно, смотри, чтобы вот этот полосатый характер прекратился, И пришло уже не полосатое. Оно и так там поперемешается, станет частично полосатым. И синечка, то есть вот это вот ультрамаринчик. И вот так в три цвета начинаем набрасывать это добро. Мигание одного цвета, другого третьего. Все доразмешивать обязательно. Доразмешивать. Вот оно, вот оно. Ты видишь, синюшка, она иная, чем бирюза, очень, да, хотя они близкие по холодности. Но она совсем иная. Вот оно пусть мигает. То синюшка, то березюшка, то розовюшка. Потом, глядишь, еще и оранжевюшку подбросим. Блюдца этих листьев, кувшинок. Они должны все-таки быть вот этими, вот этими. Сочвяком, смотри. Чирк-чвяк, чирк-чвяк, сочвяком. Вот такими должны стать. Не маленькими листиками, а все-таки идея продолговатого. И если уж ты взялась за розовый, то розовый пусть пробежится везде. Не такими отдельными струями. Везде понашвыряла этот розовый, понашвыряла. Если взялась за бирюзовый, то везде прошлась бирюзовая. Кроме того, первые проявления света создать. Можно взять этот кадмий красный свет, который алый по звучанию. И первые проявления света ломанной укладкой начать. Создавать. Ломанной, ломанной. Хорошо? Рубленной, ломанной. Не должно быть внятно косого состояния. А если косое состояние, ты видишь, стайка рыбок поплыла вверх. Поплыла вверх, поплыла вверх. В меньшей степени здесь, сильно здесь. А это все горизонтально. Стайка этих рыбок могла бы поплыть, но поплыть скорее по другой траектории. Вот по такой. Но при этом сама стайка укладывается очень горизонтально. Не по косой. Очень горизонтально. Но зигзаг, который создает она, может иметь косой характер прибоя. То есть прибой движется вот этими ступенями. Ступень одна, ступень другая. Но сами мазочки очень горизонтальны, не по косой. Очень горизонтальны, но вместе создают косой уклон прибоя. Итак, создать идею косого уклона прибоя, но сами мазочки только горизонтальны. Стайка рыбок не должна двигаться по этой траектории. Должно быть все очень горизонтально. Просто дополнишь то, что ты положила. Дополнишь внятно горизонтальными, а может быть даже и противостоящим направлениям, чтобы сбить этот уклон. Чтобы его сбить. То есть это все должно лежачи-лежачи. Никакой стайки вверх. Но зигзаг ступени могут создать. Из биржа. Да. Деревце тоже наметим. Голубой, желтый. Вот такое деревце. Макательно-моделировательно насадишь его. Светики доуточнишь. Желательно периодически на палитре создавать условия. Условия. Значит, разжижения тебе больше не нужны. Ни чуть-чуть. У тебя все больше не разжижено ни капли. Нам нужна вязкая краска. Краска. Очень густая работа. И укладываем по направлению. По нужному направлению. Рублено. Где-то мигнул розовый в большей степени. Где-то мигнул желтый в большей степени. И рубка формы. Вот они. Вот такой пластилин краски. Ты видишь, сколько света сразу появилось в картине с появлением этой рыжести, оранжевой, разбеленности. Да? Свет, свет. Хороший смотри. Свет, свет. Смотри, теневые любят сиреневизну. Теневые любят сиреневизну. Белый в тени, в солнечный день, особенно сиреневат. Поэтому вместе с сиреневизной будут рефлексы то зеленого, то еще какого-нибудь. Все вместе будут создавать идею теневой. Внятная разница между теневой и световой. И теневая любят сиреневизну. Поэтому везде, где у нас теневая, сначала сиреневизна, а потом внутри сиреневизны. Всякие, да, всякие рефлексы теплого. Но внутри сиреневого. То есть сиреневый в основе, а рефлексы, вот эти отражатели света, всякие, якие. Ну и внятно темнее, чем свет. Захотела, сбрила, сбрила, переместила. Вот у тебя здесь теперь будет море. Понимаешь? Зачем? Что тут рисовать? Смотри, смотри. Сначала создашь вот это. Вот это. Я бы не стал доходить до края, как и он не стал доходить. Значит, сюда загнать море. Сначала вот это. Вот это. А потом уже к этому можно прибавить какие-нибудь вот такие-нибудь. Цветные, может быть. Уже таким, сочвяком. Сочвяком цвет. Обязательно сбраться. Да. Смотри, смотри, смотри. Слежу, вежу, вежу. Супер. Так. Светлый каменюкачка. Раз. Вырезала его. Светлый каменюкачка. Вырезала. Угу. Уложила. 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 То есть на плоскости разбила. Очень хорошо лепишь, очень хорошо. Давай туда тоже еще понагнетай, понагнетай. А небочка-то будет? Значит, что касается небочка, что-нибудь облаковидное бы туда подсунуть. Периодически создавая условия для чего-нибудь. Красиво. Ой, вот так вот я сломала. Ну что? Малка. Ну, тогда темп... Красивый. Тогда темп в работе может быть сильно сдержан. Вот такое что-то вдоль воды. Угу. Угу. Что-то там несется. И все это заслонено моречком. Тающим, тающим пространством. Вот такое что-нибудь с уклоном. Угу. А где как-нибудь? Угу. Очень вкусно все. Ну, давай в том же духе. Все правильно поступило. Все, все умненько. И с Ветиком тоже тогда легкую теплиночку. Легенькое такое. Да. Угу. Сейчас, смотри. И с желтотой, и с краснотой. Угу. Угу. Каждый день. Каждый божий день. Пока все сюда. Руками первый раз. Ааа. Ну, смотри. Масло вижу первый раз. Смотреть тоже полезно. Нет. Я, кстати, это заметил по нескольким случаям. Смотрит, смотрит, складывает, складывает. У меня есть несколько человек, которые очень много смотрят то, как я делаю. Да. И очень мало рисуют. Но когда они начинают рисовать, и они тоже это замечают, вдруг оказывается, что они выросли на целую голову. Нет, это все... То есть это нормальное явление. Нормальное явление. Назвать. Где картины? Форму. Имя, препятствия. Скалы. Так, ну, скалы-то у нас более-менее сделаны, а вот задник... А задник тоже нет. Смотри, в мутату. В мутату, да. Но эту мутату чуть-чуть... Подтельно. Не-не-не. Рифленкой вот этой вот... Фактуркой поддержать. И вот оно, море почти срослось по тональности с небом. Но при этом, за счет того, что у него другая структура, за счет того, что у моря у нас структура рыхлая, творожистая, у нас появилась идея дали море и дали небо. Я взял большие мастихи и еще насаждаю вот эти звуки. Вот эти. То есть чем дальше клеим горизонта? Все, смотри, у нас дальник сел. Видно рябость, но мало видно. Ну, а мы не можем ее много увидеть. Да. Вот это мы расставим. А здесь эта рябость чуть различима. Поэтому дополнишь, дополнишь вот этой мелочевкой. Но при этом, чтобы все-таки цвета-то читались. И розовый. Чем ближе, тем читабельнее. Здесь полузвуки. А там общая тональность общая. А здесь более. Вот они здесь чуть читабельны. А здесь все более читабельны. Аж до такой степени, как у тебя. Вот этот чирк и чвяк. Чирк и чвяк. Смотри, какая вкуснятина. Правда? Да неужели нет. Кто бы сомневался. А я вот нет. Конечно, красота. И каналик красивый. Ты прямо как у ВПДВ, да? А я так нет, да. Нет, уже не я. Ты раньше сабах-то. Фразу вспомню. Она именно там такая. А я скажу, а я так нет. А чем ближе идет горизонт к небу, тем светлее. Ну, здесь это почти не актуально, потому что там вот такая полосочка. Это не актуально. Ну, вот края, да, чуть темнее, нормально. Нормально, да. Нормально, нормально, нормально. И дальше пошло небо, и мы уже в целом степени. Не, не, не. Мы адаптируем в эту композиционную затею. У нас там все в порядке. Вот такое, вот какое-то такое. И не надо ничего более. Ладно, можем смотреть. Смотри. И вот такая полосочка. Вот смотри, вот читается темненькая, смугленькая полосочка. Она рассказывает о горизонтали. Там еще менее различимая. Они рассказывают, здесь даже, может быть, рассказывают о каких-то пригорках, горах. Донаполнить абсолютно, вот эту сухомятку холста, дозакрыть, доупаковать краской. То одним цветиком, то другим, то третьим. Доупаковать, упаковать. То есть выбрала какой-то цветик и пошла бомбить. Потом взяла бирюзовенький, пошла бомбить. То есть до бомбить. Здесь все, всюду должно быть вещество. Вещество, уложенное густо. Так же, как вот в скалы. Эти вещи. Каменюка, это некоторый характер гранита. Такой вот осадочный характер имеет. Создаем эту осадочную идею. Спасибо. Спасибо. Кроме идеи. Кроме идеи горизонтали, у нас есть еще идея фиолетовых мотивов, которые могли бы дополнить вертикалями. И ты видишь, как-то так уместно вкладывается. Да, под цветом. Тональность, ты видишь, почти совпадает их. То есть почти неразличима разница тональности. Так. Тональность. Попробуем. Продолжение следует... Очень тёмная под самой скалой. То есть отделить скалу очень тёмным очерчиванием. Можно пустить это очерчивание по высоте. То есть сделать идею отражения. И потом перебить горизонтальной укладкой. Будет дополнительный эффект и трюк. То есть вертикаль отражения, перебитая горизонталью плоскости, звучит. Но очень красиво и без того, поэтому если что, просто вот такими ступенями. Ступенями, зигзагообразными. Идеально будешь писать. У тебя всё идеально. Ну что ты, это ж невооружённому даже глазу видно. А у меня вооружённый. Супер. Мечталась. Супер. Смотри, как здесь. Смотри. После обеда сахара. Вместо ужина сахара. И, пожалуйста, всё в ум и диета. Так это уже и диета, да. А диету назовём сахаром. Точно. Ну да, тут бояться не будет. Я-то ещё так иду. Ага. Сейчас я попривыкну. Будет возбудить плечо. Смотри, зендрика, сладенькая. Сладенькая. Вот тут вот мне непонятно, что это. У тебя там очень красиво. Я такой, что вообще бы не трогал. И форма там всё в порядке. Вплоть до того, что вообще не трогать. Настолько хорошее место. Очень хорошее, да. Значит, посмотри. Я сделал цельно, да? Да. Вот цельности не хватает. Не хватает цельности теневого пятна. У меня цельное теневое. Цельное световое. Слишком этот кричащий звук. Хочется, чтобы... Ну, как вот теневое, цельное. Пригасить. Да. Давай. Что-то тене хотите. Разбиваю его. Нет. Всё отлично. Всё отлично. Если ты действительно маслом сейчас в первый раз... Первый раз в жизни. Это слишком хорошо. В жизни. Это слишком... Мечталось. Хорошо. Ну, у меня всё есть. Я заказала. Мне надо привезли. Угу. Вот. Вот. Прямо, что вы не можете сейчас. Здесь ничего полезного. Не замазала. А два дня я ожидаю, что только облескнет мочью. Я прям завтра. Правильно. А на чём? А на чём? Что на белый? Потом запусим. Ты можешь взять гуашевые краски. Взять... Ну, или акварельные. Взять клей ПВА. И сделать грязюку. И всё. И всё. Клей ПВА станет... Плёнкой. В курсе. Вот это вот небочка. Вот целый небо. Почему-то... А мы... Чё-то... Так. Пошёл. Белило. Цель. Это же важно ещё на последнем этапе-то не перестараться. Правильно говоришь. Именно на последнем этапе. Тут доткнул, тут доткнул. Руки дуят и испортил. Вот такие ещё. Кстати, эти. И не портить. Не доводить до пятёрки. Удовлетвориться... Удовлетвориться четвёрочкой, а иногда и троечкой. По мере... С каждой новой картиной есть надежда на то, что будет всё лучше и лучше. Вот тогда и будут пятёрочки. То есть работать в свой уровень. Но самое главное, в своё удовольствие. Чтоб не пытаться сегодня сделать так, как прилично будет сделать через некоторое время. Потому что это желание сделать супер, сверх всех поразить вокруг, это ведёт всегда к трагедии творческой. А оно нам, по-моему, не нужно. Ты понимаешь, когда маслом... Маслом берёшь в руки, маёшь вещи. И поотенёшь. Можешь отмечать с мальчиком? Вообще. Как эти? Шучки. Да? Даже были. Угу. Пошло на шоу. Такие были. А это чтобы не мешало. Когда она полностью, 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 где-то через полтора месяца просохнет окончательно, возьмёшь наждачечку, пройдёшься, действительно колючку содрала, всё, и у тебя очень хорошее самочувствие на картине. Даже уже по лаку или лаком уже? Не надо, да. Зачем лаком? Её и покрывать лаком не надо. Вот первый сеанс, он вообще не требует покрытия лаком. Вообще не. Ну же, ну молодец, вообще. Супер. Может быть, здесь скучный край. Да, вот какой-то вот я ему не с руки как-то мне вот подрезала, вырезала. Покажи, как на очко, да? С характером. Пусть будет ступенчатый. Да, да. Вот такой. Смотри, нет. Вот такой. Ну вот, конечно, большое вам спасибо. Ну, во всяком случае, теперь мой голос будет для тебя уже не посторонний, не голос постороннего человека, а человека, с которым у тебя уже есть какая-то ментальная, метафизическая связь. Кстати, вот еще прикольный момент. Тинька отгибает. Тинька отгибает. Тинька отгибает. Тинька отгибает. КОНЕЦ 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 Да? Пусть вот такой светичек выбежит. Все! Нормалек!